Совсем скоро в Белгороде стартует событие федерального масштаба. На базе БГТУ имени Шухова со 2 октября впервые в регионе будет проходить Всероссийский фестиваль студенческого спорта, уже девятый по счету. Участие примут около 20 команд вузов разных регионов страны. Юноши и девушки будут соревноваться в баскетболе, гиревом спорте, плавании, самбо, а также шахматах и настольном теннисе. Кроме того, в программе полоса препятствий, спортивное многоборье на основе комплекса ГТО и даже интеллектуальный конкурс «Олимпийская викторина». Соревновательной составляющей все не ограничится. По вечерам будут организованы концерты и другие развлекательные мероприятия для отдыха и общения участников. Планируются экскурсии по областному центру. Отметим, что база технологического университета для проведения столь крупного форума выбрана не случайно. Причин несколько. Мы провели на очень высоком уровне. Первый фестиваль ГТО. И в прошлом году мы провели на высоком уровне университетов вузов России. Поэтому это стало толчком. Плюс наши объекты имеют лицензию, сертификацию Министерства спорта и допущены для проведения таких крупных мероприятий. В основном все виды спорта будут проводиться на базе Белгородского технологического университета. А два вида шахматы и настольный теннис будут проводиться на базе БелГУ. Министерство спорта сделало очень грамотно, что идет награждение в каждом отдельном виде спорта. И девушки, и юноши. Кроме этого есть награды индивидуальные. Все судьи, главный судья, главный секретарь и зам главного судья по видам спорта должны иметься всероссийскую категорию. В наших следующих выпусках мы продолжим рассказывать вам о фестивале и познакомим с участниками, на которых белгородские вузы возлагают большие надежды. Совсем скоро в Белгороде стартует событие федерального масштаба. На базе БГТУ имени Шухова со 2 октября впервые в регионе будет проходить Всероссийский фестиваль студенческого спорта, уже девятый по счету. Участие примут около 20 команд вузов разных регионов страны. Юноши и девушки будут соревноваться в баскетболе, гиревом спорте, плавании, самбо, а также шахматах и настольном теннисе. Кроме того, в программе полоса препятствий, спортивное многоборье на основе комплекса ГТО и даже интеллектуальный конкурс «Олимпийская викторина». Соревновательной составляющей все не ограничится. По вечерам будут организованы концерты и другие развлекательные мероприятия для отдыха и общения участников. Планируются экскурсии по областному центру. Отметим, что база технологического университета для проведения столь крупного форума выбрана не случайно. Причин несколько. Мы провели на очень высоком уровне первый фестиваль ГТО. И в прошлом году мы провели на высоком уровне университетов вузов России. Поэтому это стало толчком. Плюс наши объекты имеют лицензию, сертификацию Министерства спорта и допущены для проведения таких крупных мероприятий. В основном все виды спорта будут проводиться на базе Белгородского технологического университета. А два вида – шахматы и настольный теннис – будут проводиться на базе БелГУ. Министерство спорта сделало очень грамотно, что идет награждение в каждом отдельном виде спорта. И девушки, и юноши. Кроме этого, есть награды индивидуальные. Все судьи, главный судья, главный секретарь и зам главного судья по видам спорта должны иметься в всероссийскую категорию. В наших следующих выпусках мы продолжим рассказывать вам о фестивале и познакомим с участниками, на которых белгородские вузы возлагают большие надежды.